Вопрос, с которым у нас этот логов затягивался, можно сказать тебе лично и в зоне, но ты пока просто я с нами, наверное, как стоит рассказать свой проект. Идарь, говорите, что про риски. Что? Про риски. Идарь, думая, тема прогноза и риски. Так, прогнозы, в результате. Меня зовут Игорь Деганов, и я дарь, аналитик платформы «Догенфорс» и управляющий банкер «Догенфанк». У меня вопрос, аналитик, когда я начну, к залу. Ну, то есть, кто слушает… Коллеги, а можно поставить презентацию наших «Джан» и о том, что они поддерживают? Спасибо. Вопрос к залу. Слушай, кто считает, что в 2018 году битпоинт будет дороже, чем он там стоил, но если в 2018? То есть, кто считает, что он будет стоить там больше, чем в 2018? Ну, достаточно мало. Да, вот так всегда. Кто надеется на этот самый? Кто надеется на что? Ну, в данном взгляд, действительно, пессимистично. Ну, возможно, просто мало людей участвуют, да? Агенталдом, закурсованием, философированием, философированием. Если хотите прогнозы, то не их самых, такими, каких, громких, да, из крупных встречаний СМИ. Это были прогнозы Акса Банка в 2016 году. Основатель ДНХ проекта, который вкладывает молодежную систему с картами во-пластиковые, для каких-то обмены. Тоже называл «Сидур 60». Во втором стратегии, да, есть реформационная компания, она не называет даже 100 тысяч. И, то есть, во втором планете, какие-то предформы, да, предформы. Резы, кто-то называл даже 60. То есть, сейчас мы, да, говорим о том, какие-то. Есть такая платформа подкастов, да, прогнозистов, которые специализируются как раз на прогнозирование ценового движения, на, ну, положительную гранатскую кухню. И сейчас они полностью анализируют гриппами. Средняя, средняя подсказанная цифра для депутатов на восемнадцатый год у них была порядка 50 тысяч. При этом больше всего, то есть, в среднем, а больше всего, фронкастов попали в диапазон 30-30. Вот. То есть, какой, ну, не знаю, мейнстрим, да, все-таки, говорит о том, что рынок будет расти. В осенью семнадцатого года, когда Tokenbox выходил на токенженер H&B, мы готовили прогнозную модель по успеху токену, который содержал, скажем так, прогнозы по росту кубинализации. Мы говорили о том, что в семнадцатом году кубинализация будет порядка 760 миллиардов. Некоторые рейтинговые агентства, я не буду называть одно из рейтинговых агентств, поэтому сказали, что у вас слишком оптимистичный прогноз, мы много не верим, но при этом 700, даже, по-моему, 800 мы видели, да, уже в семнадцатом году, то есть, не в семнадцатом. То есть, криптор рынок, я думаю, готов многих удивить. То есть, по биткоину прошли. Есть еще такое мнение, которое сейчас ходит по интернету, да, это то, что эфилиум обводит биткоин в семнадцатом году выйдет на первое место криптализации. В общем-то, да, такие предпосылки, наверное, и есть. То есть, тот же самый план эфира по переходу на биткосты, когда необходимо иметь достаточно большое количество копинов эфира для того, чтобы облабатывать транзакции, на это зарабатывать. То есть, это действительно может привлечь инвесторов. Все понимают, что эфир – это надолго как-то серьезно, там есть Ethereum Enterprise ряд. Может быть, и брать. То есть, если подумать о том, что биткоин будет пятьдесят к концу года, то есть, его капитализация будет всегда порядка девятьдесят миллиардов. Эфиру, чтобы иметь капитализацию порядка девятьдесят миллиардов, нужно стоить десять тысяч. То есть, вот, если кто-то считает, должен, да, что Ethereum может поднять на фронт в этом году, то то есть, можно прогнозировать, да, что это может быть отметить десять тысяч на один из них. Теперь о рисках, да, о что вы говорите? Там как все растет, идут власти, да. Мы видим основные риски, помимо регуляции, да, о которой сейчас все говорят. Все-таки вот эта история с Tether, да, она далека от завершения. Ну, вот, реально какого-то, так, инсайта, как только у меня нет. Но, на наш порядок, то есть, рынок слишком негативно, да, и слишком нервно, да, оценивает эту ситуацию. То есть, Tether пушен порядка, ну, скажем, ну, там, миллиардов триста миллионов USDT. То есть, если это примерно их доллар, то, да, я бы управляю чуть больше двух миллиардов долларов. А паркот, паркот USDT на биржах, на которых он торгуется, составляет тоже порядка двух миллиардов. Два теста, два триста, вы можете сейчас сами проверить, там, на кое на открытках посмотреть. То есть, по сути, Tether, да, является криткой, то есть, это такая же критка. То есть, он может быть брошен с рынка за сутки. То есть, по-моему, там, по-моему, до сутки, ну, представьте, все могут выйти из Tether буквально за сутки. То есть, это однозначно не крах рынка, то есть, да, он будет уверенчат, будет там, да, он, да, но это, конечно, птичная вещь. Микрофон тут не самая сильная сторона. Есть еще, конечно же, риск того, что критко-рынок захотят стучить. Ну, много об этом пишут, что еды хотят закупиться, поэтому они опускают цену на битвоины, воды и криптовалиды. Ну, допустим, мое личное мнение, зачем ты там закупаться? Ну, как криптовалиды должны могут? То есть, да, порядка 80% всего битвоина хранится на небольшом количестве адресов. То есть, зачем этим людям еще покупать битвоин? То есть, они хотят как можно дороже, да, из него выйти. То есть, соответственно, для этого им нужно... Разгады. Им нужно, чтобы рынок был очень рекомендован, да, чтобы его емкость была достаточно большой. То есть, если рынок будет, скажем так, пузыриться, да, приходит, там, взлетает до 50 и по 5, это все-таки очень сильно спугает большое количество инвесторов. То есть, будут подниманы, да, под снижения. То есть, сейчас вот эта последовая коррекция, да, порядка 60%. Но, там, я наблюдал в этот момент разворота, ну, возможно, даже какой-то разворот. То есть, были очень активные покупки, там, от уровня 8000. То есть, естественно, никто не хочет перегибать парку и купить рынок, да, там, чтобы на ним поставить грязь пузыря. То есть, те же самые крупные игроки, они будут поддерживать рынок для того, чтобы он рост, но развивался довольно революционно. То есть, никакими поспечками, там, сто раз и так далее. То есть, это должно быть полномерное, там, повышение оборотов, повышение реквилистов, потому, чтобы те же самые крупные держатели на валюте могли комфортно, да, там, не обалит рынок выхватить. Есть еще такой риск на этот год. Ну, подробно я никуда не рассказывать, потому что это руки не только специалистов этих делах компьютерной безопасности. Но все-таки, там, восемнадцатый, называю так, один из самых, скажем так, трудных, да, с точки зрения войны с взломами. Так это отвлекает. То есть, ожидается дальнейшая, да, активизация, ну, активность, ну, по плане, как говоришь, взломов и так далее. То есть, всем, кто, как вы готовы, начали заниматься криптовалютами, обязательно нужно все-таки, в первую очередь, да, не о курсе по-русу, я его перепомню, а способом безопасного хранения. И последнее, то есть, что хотелось бы затронуть. Восемнадцатый год будет, на мой взгляд, все-таки, гораздо более сложным для тех, кто выходит на ICO, чем семнадцатый, по-русу причине, во-первых, это регулирование, да, в США уже даже на юристов, начиная комитет, которые сопровождают на свои проекты. Во-вторых, скажем так, в течение восемнадцатого года, очень многие проекты, которые предъявили для себя восемнадцатого, должны показать свои продукты, должны показать свои первые результаты. И, поскольку очень многие из них ничего не покажут, да, то это, скажем так, просит тень, в том числе на новый проект, который будет выходить. И даже те, кто поменяет свои разработки, готовы будет выпустить свои продукты, в том числе на сети и фирма, могут столкнуться с тем, что сама сеть еще не готова. То есть, например, какие-то сети и так далее, когда сеть лежала, то есть мы понимаем, что сеть еще не готова, для того, чтобы на ней работало очень много централизованных предложений. То есть нельзя лежать впереди по работе. Все. Очень интересно. Давайте пополадимую Викторову. Это главный аналитик Tokenbox. И, кроме того, как нас не обращают сигналисты, Виктор всегда комментирует, и его комментарии практически всегда приятны. Спасибо.